Для информации по курсам обмена валюты наш ВИДИ-6, для получения реквизитов по СИДА наш ВИДИ-7, для соединения с финансовым консультантом наш ВИДИ-0, для постправения... Уведомляем водописи разговоров. Здравствуйте, Жаслан, меня Стаминович, я могу вам помочь? Здрасте. Скажите, пожалуйста, я владелец карточки Каспи Голд. Да. И... Только что я пытался снять деньги в размере 65 тысяч тенге. И ваш банкомат дал мне информацию, что моя карта не обслуживается. Ну, мало того, что я когда обратился к другому банкомату, так получилось, как будто я уже эти деньги снял. И с баланса эта сумма списалась. Да, фактически я денег никаких не получал. Пытались снять деньги 65 тысяч и 5 тысяч тенге. В обоих случаях вам деньги не выдал, но сумма списалась в выписке. А через какой банкомат снимать деньги? Через банкомат Каспи Гезет, красный, ярко-красный банкомат ваш новый, обновленный. Это наш ключом. Интересно, интересно. Да. Хорошо, за вас вот здесь жасло. Тогда нужно будет на все бездельное заявление в любом отделении банка. Вы же запомнили адрес, где находится данный банкомат? А вот я не понимаю, а почему, вот скажите, а почему я должен, и без того вы мне создали неудобство, я должен ехать в банк, писать там какое-то заявление на то, что мне вернули деньги, которых я и так не получил? Я с вами согласна, здесь жасло, скорее всего, здесь вышло какое-то неперазумение именно со стороны банкомата данного. Есть такой еще вариант жасло, смотрите, я могу вам сейчас заправить ссылку, я могу только что отправить ссылку на ваш телефон в виде смс-сообщения. По этой ссылке можете заполнить форму, не выходя из дома, как бы заполнить то же заявление. Ну, видите, просто вообще, я рекомендую делать письменный в виде это заявление через отделение банка, но в любом случае данные заявления тоже принимаются. Нет, я просто не могу понять логику, почему я должен ехать в банк, тратить свое время для того, чтобы написать там какое-то заявление, и я понимаю, что это будет еще связано с большой очередью, которую я должен буду выстоять, потом сдать ее, а потом еще ждать какое-то время, чтобы я получил свои деньги по карте. Это же ваша системная ошибка, и я так полагаю, что банк должен заботиться о своих клиентах и как-то устранять оперативно такие проблемы. Угу. Я вас поняла, что, смотрите, да, у нас действительно сейчас делают, получается, обработки, и мы сейчас до сих пор выводим большинство тестовые режимы для того, чтобы устранить все технические неполадки. В данном случае, видите, вышло так, что вы попали именно под, так сказать, неприятную ситуацию. Я бы хотела извиниться за такие временные неудобства, и проверьте, пожалуйста, сейчас пришло ли вам смс-уведомление от меня? Смс. Смс пришло? Смс. Смс. Нет, я не вижу ничего. Давайте еще раз я вам отзвали по этой ссылке, можете еще раз написать, ой, не еще раз, можете так же написать. Вы сейчас записываете мой разговор о целях контроля качества? Конечно. Ну, и я тоже ваш записываю, потому что я считаю, что сейчас нарушаются мои права. Я ведь поняла, что, хорошо. А вот смотрите, мне сейчас пришло, причем два смс от вашего банка, о том, что, нет, о том, что, нет, нет, это хаспегол, и здесь указано снятие 5000 тенге в банкомате Клингиева 15 Рахмет, но меня же там нет сейчас. А вы все, в общем, получается, через этот банкомат снимали 65 и все, один раз? Нет, я, нет, нет, я снял с первого 65 тысяч, потом я снял еще 5000, но не в первом, да, в одном и том же банкомате, но ни в первом, ни во втором случае я денег не получил. Да. То есть вам сейчас еще и во втором случае у нас вышел сбой? Да, вот я хотел бы, не знаю, как-то довести до вашего руководства, что у вас вот такие вот вопиющие нарушения какие-то происходят в вашей системе. А где гарантия, что сейчас банкомат спустя 45 минут выдаст там купюру и кто-то проходящий заберет эти деньги? Я вас поняла, Светлана, смотрите, тогда нужно будет написать это заявление, я так понимаю, смс-ка все равно к вам не пришла от меня, да? Нет, не пришла. Вы мне, вот скажите сейчас, вот вы когда зашли на выписку по моей карте, вы видите о том, что транзакция по снятию 65 тысяч находится в обработке сейчас? Да, да, и 5 тысяч я тоже вижу. Да, это, что это означает? Это получается данную сумму еще не сняли. Еще не сняли. Да, не сняли. Вы видите, данная сумма все равно будет находиться в обработке. Даже видите тот факт, который вы сделали предположение, то есть вы сейчас отошли, может быть сейчас деньги выдаст банкомат, а она в любом случае деньги эти не выдаст. Почему требуется именно ваше пищевное заявление? Вы же видите, вот вы именно, что вот как вы раньше сказали, что вы хотели нас уведомить о том, что у нас, так сказать, банкомат наш неисправно работает. Это верно? То, что вы недовольны, что почему вы должны страдать за это, что он не вовремя вам выдал деньги тогда, когда они вам были нужны именно ваши деньги. Да, да. Верно же закон? Конечно. Я с вами полностью согласна. Да, конечно. Здесь очень неприятно выходит, но видите, почему я рекомендую вам написать пищевное заявление, потому что, видите, данный вопрос является сложным. После того, как вы напишите заявление, мы отправим запрос в инкассацию, для того, чтобы они действительно проверили. Если действительно было, что 62 тысячи, точнее 70, в общем, были запросы на снятие, но деньги не выдал, они до сих пор находятся в банкомате, мы будем же это видеть правильно, потому что вы карточку вставляете. И после чего мы будем деньги вам возвращать обратно, либо на карту. То есть вам надлежит, еще надлежит проверить этот факт, и вы будете проверять. Да. А это еще какое-то время, да, определенное? Да. То есть, получается, вы говорите, что это сложная операция и сложная проблема? А такую сложную проблему вы можете в любую секунду подарить одному из ваших клиентов. И получается, ну, не знаю, я же неспроста же выбрал ваш банк и неспроста сделал для себя эту карточку Каспи Голд. А тут получилось так, что когда я начал работать в действии, в действительности, она получается настолько неэффективна, что даже, вот как вы говорите, преподносит мне какие-то сложности по транзакции. Ну, как я теперь после этого могу работать именно с вашим банком? Я вспомнила же слово. Я могу только сказать, что мне очень жаль. Почему? Потому что, видите, все равно данный вопрос я решила сейчас самостоятельно не сумму. Почему? Потому что, видите, данный запрос после вашего заявления мы отправляем половную банку. А вы скажите, у вас насколько часто такое происходит? Я сейчас на редком. Но вы же знаете прямо наизусть весь этот механизм по восстановлению этой суммы. По восстановлению этой суммы? Я так понимаю, это, наверное, каждый день, наверное, с такими вещами? Давайте я вам так примерно скажу, в день где-то два звонка. Два звонка, получается? Да, в день. Это я вам говорю примерно на себя ориентирующим. Верно? А какое время мне теперь придется ждать, чтобы вы... Вот я вам как раз хотела сказать. Получается, у нас идет время ждания до 45 дней. То есть, с вами менеджер может передать и ранее. То есть, специалист, который будет решать по вашему вопросу данное решение, может быть, он сразу с вами и в течение 5 дней, но максимальное время ждания до 45 дней. Смотрите, я правильно понял, да, уважаемый менеджер Каспий Кизет? Я вот пользуюсь карточкой. У меня там есть деньги наличные. Потом мне пришло необходимо снять эти деньги. Я прошел в ваш банк, причем в ваш банк. Их начал обналичивать. И так получилось, что банк попросту по какой-то системной ошибке эти деньги мне не выдал. Вот. Теперь я вот звоню в колл-центр и вы мне говорите, что вы эти деньги можете мне вернуть в течение 45 календарных дней. После вашего письменного заявления. После моего письменного еще и обращения. Да. Совершенно верно. Вы не считаете, что это кабальные условия для клиента? Я сейчас с вами хочу. Скажите, вот есть клиенты, у которых зарплатный проект находится в вашем банке. И, допустим, человек, который получил зарплату, он рассчитывал, что он его получит 15 октября условно. И произойдет с ним вот такая же ситуация вопиющая. И он не сможет получать деньги. То есть, его заработная плата оттягивается еще на 45 календарных дней. И он получит эти деньги спустя, наверное, полтора месяца. Я вас поняла, Жесон. Скажите, пожалуйста, у вас еще есть вопросы? У меня база обновляется, я вам перезвоню. Ну, как бы, других вопросов нет. Просто я вас попросил максимально оперативно устранить эту проблему, эту сложность, которую вы мне доставили. Но, в итоге, я так понял, что вы мне говорите, что вы ее исправите только в течение от 5 до 45 дней. И то, если я приду к вам в банк и напишу письменное заявление. Да, и дополнительно я сейчас от вашего имени пишусь со своим руководителем, что вы так недовольны нашим каждым банкоматом. Хорошо? Ну, это не только я, это, наверное, каждый человек, который вам звонит два раза в день, который сталкивается с такими проблемами. Просто я хотел бы это все объединить и, не знаю, как-то помочь, чтобы таких вопиющих фактов больше не было в будущем у наших сограждан. Ну, вы понимаете, да, что это авторитет и репутация вашего банка? Ну, если это видео станет общественным достоянием, то, мне кажется, такую ошибку они исправят раз и навсегда. Надеюсь. Надеюсь. До свидания. Благодарю вас за общение. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Получается так, что я владелец Каспей карточки и, как вы уже поняли, когда я обратился в банкомат за снятием этих наличных, банк мне выдал информацию о том, что моя карточка не обслуживается. И когда я проверил баланс на другом банке, банкомате, то так получилось, что как будто я эти деньги получил. Ну, фактически я этих денег не получал. И вот сейчас я разговаривал с менеджером Каспи банка и он мне объясняет, что возвратить неполученные свои деньги я смогу только в течение 45 календарных дней. Вот такой вот негативный случай. Так что будьте осторожны с Каспией.